Здравствуйте, товарищи, уважаемые зрители! Несколько моих зрителей написало мне недавно одинаковые письма про то, что стоит вот разобрать, как они считают, просят разобрать. Видео некой Ксении Черной по здоровью, канал такой есть, она последние месяцы мелькает на ютубе сильно. Видео под названием «Какое мясо лучше? Индейка, курица, свинина, говядина, баранина, что будет, если не есть свинину?» Ну, где идет жесткая пропаганда потребления мяса, да? Значит, я решил все-таки это сделать, посмотрел, по крайней мере, тезисы набросал, о чем она говорила, сейчас вам эти тезисы скажу и разберу их, а также, значит, мы вставим в это видео те сюжеты, которые опровергают сказанное ей, ну, не все, потому что кое-что она правильно сказала, а вот что правильно, что нет и почему, доказательно, я сейчас вам поясню. Да, развелось, конечно, сейчас нутрицологов всяких штампованных, льющих елей на уши, желающих вкусно пожрать. Есть такая тенденция, безусловно, она самая беспроигрышная. Кто она такая? Одна из новомодных, выпрыгнувших недавно в Ютубе дамочек, а Ютуб поддерживает таких. Так вот, креативная, шустрая, шебутная, прыгающая некая Ксения Черная. И действительно черная, причем, видимо, и душа черная, ну, потому что она с такой радостью, упоением заявляет, как надо убивать животных. Ну, ведь об этом-то и речь. Она активно борет за убийства и поедание трупов убитых животных. Ведь мясо что такое? Это мышечная ткань трупа убитого животного. Ну, если называть вещи своими именами. Ведь мясо, а она там сто раз это слово произносит, если не тысячу, это такое некое аморфное, не пойми что, и ассоциации с этими шашлыками, бюштексами и котлетами. И у людей, кто привык так питаться, это все вызывает аппетит, некую радость, они брюшко все поглаживают. В общем, стандартная схема, поэтому мясо это что-то нечто такое ассоциативное, но ассоциации здесь не с тем, что есть на самом деле, что надо сначала животное убить, что убивают миллиарды животных каждый год во всем мире, чтобы свое чрево ненасытное прокормить, причем человеку как виду эта пища вообще не свойственна, то есть вообще не свойственна, потому что мы по всем анатомическим, морфологическим, биохимическим параметрам и критериям никакого отношения к хищникам не имеем, к падальщикам это условно. Ну, пожалуйста, хотите, ешьте. Ну, так вот, еще пару слов о ней и далее по сути. Ну, конечно, она очень хочет быть известной, востребованной, поэтому она так шустрит креативно, хорошо зарабатывает она себе баллы на птакане людской глупости и зависимости, и на своих, конечно, курсах и прочем. Думаю, свою эту деятельность она будет развивать активней все. По мере популярности в сети. Ну, а людям только этого и надо. Они только ищут оправдание своим желанием, пристрастием, зависимостям. Ну, и наслаждением, тем более, конечно. Ну, конечно, оригинально она сказала про самые хорошие виды мяса, которые выращены с любовью. Вот так они и сказали этот толстячок, и вот она синхронно. Выращены с любовью. Кстати, реклама по телевизору в этом же ключе какая-то была, не знаю, сейчас есть или нет, но не так давно, про то, что мясо как будто это что-то такое, вы знаете, яблоки выращены с любовью. Нет, это просто шизофрения, что ли, я не понял. Убивают, перерезают горло животным, убивают там током, отрубают горло, спарывают животы, выпускают кишки, а у них есть душа, у них есть боль, у них есть чувства, они знают, что их убьют. Они находятся в панике, они ищут во взглядах людей надежду на человечность, на спасение, на то, что их не убьют. Это даже суровый охотник Соколов сказал. Вы помните видео «Счастливые люди»? Нет, посмотрите, очень интересно, из четырех, ну, частей четыре сезона состоит, это Бахта город, маленький, вернее, поселок на Енисеи в Низовьях. Так вот, суровые условия жизни в том регионе обуславливают суровый, но справедливый к жизни подход, как правило, потому что сама жизнь, сама природа учит этому. Так что сказал тот человек, ну, которого сравнить нельзя, ну, как бы это вам сказать, вот с этими мужчинками, как некоторые дамочки говорят, действительно, пусть даже это накачанный такой брутальный товарищ, который выпячивает свои, так сказать, мускулы, убиваясь этим, да, но вот это ноль и ничтожество сразу с этим человеком, надеюсь, вы это понимаете. Вот послушайте, что он сказал насчёт того, что это такое, что ищет в человеке это животное. А ведь у него был свой бычок как-то? В кого пальцем не тот убийца или пособник убийцы. В любого, в любого человека, даже тот, кто там стонет, жалеет всех. Почему? Очень просто. Хозяин свинью держит, он её заведомо для чего держит? Убить. Убить для чего? Самому есть и продать. А тот, кто жалеет это всё дело, покупает у него это мясо. Так что здесь круговая порука в этом деле. И охотник точно такой же, как тот же хозяин, только он более, как-то сказать, честнее. Ну, не то, что честнее. Этот человек заведомо кормит. Я вот тоже держал скота, и у меня рука не поднималась на него. Потому что там вот тот же бык, его два года держишь, но он к тебе доверяет, он тебе подходит, ждёт тебе там какой-то ласки, подачки, а ты ему пулю в лоб, предательство. А здесь зверь дикий, он знает, что от меня добра он. Не дождётся он. От человека, имею в виду. Он старается убегать здесь. Кто кого перехитрит, естественно. Так и не смог Геннадий Соловьёв забить своего быка. Соседа позвал. Ну что, вы поняли? Вот все вы, особенно вот эта Ксения Чёрная, вот на ней, на её чёрной душе, миллионы убийств животных, ни в чём не повинных, потому что люди с радостью побегут покупать всякие там бифштексы, так сказать, фарши и прочие дела. Ну и, соответственно, что будет? Будет дополнительное убийство, потому что всё под заказ, всё за ваши деньги. А кто оплачивает это, тот соучастник убийства. Пособник, правильно сказал Геннадий Соловьёв? Ну, идём по видео. Она говорит, что животный белок в нашем организме усваивается очень хорошо. Проблема плохого усвоения – это недостаток кислотности желудочного сока, ну, соответственно, желудка. Там происходит разложение доминокислот. Ну, давайте на этом остановимся, поясню. Значит так, конечно, правильно всё, что действительно при нормальном, ну, PH 2-3, кислой среде, при достаточном количестве фермента пепсина, действительно, переваривание белков и сокомолекулярных идёт лучше, чем если бы PH была, скажем, 4-5. Безусловно, да, факт, факт. Но это не говорит о том, что прекрасно белок переваривает. Вспомните, что говорила биохимик и врач Марва Горшакова-Наганен. И не только она, просто её для примера, потому что многие зрители всё-таки её знают, помнят. Так вот, она правильно говорила, совершенно верно, что часть высокомолекулярных белков, тем более из мяса, никогда в полной мере не переварится, какой бы PH желудочного сока не был. И часть пройдут куда? В 12-перстную кишку, то есть в первый отдел тонкого кишечника, как непереваренными. И дальше включается работа поджелудочная железа, которая вырабатывает в усиленном режиме и в огромных количествах фермент трепсин, который должен допереварить вот эти полипептидные цепочки, вот эти непереваренные белки, уже доминокислот до конца. Но этого никогда в полной мере не происходит. А что происходит? Послушайте сейчас из моего видеоотрывок «Мясо надо есть». Вот такое название, ну, можно сказать, иронично из моих уст, в кавычках мы его возьмём. Послушайте внимательно, что происходит, чтобы вы это просто понимали и знали. Теперь давайте разбираться конкретно. Итак, мясо нужно, белки нужны. Любой белок животного происхождения, растительного, попав к нам в пищеварительную систему, сначала в ротовую полость, обрабатывается, кстати, когда мы жиём, слюная амилаза, а как называется она, птиолин, да? Так вот, слюная амилаза – это фермент, который расщепляет углеводы. Это так, мелочь, но тем не менее, да? Мы не будем сейчас говорить про ротовую полость строения её и биохимию. Пищевод, и вот желудок. В желудке кислая среда, да? Действительно, чтобы белки дентурировались, и фермент пепсин, который расщепляет белки. И некоторые по глупости, я даже усугублю эту тему, вот более подробно расскажу, говорят, ну вот, это орган, который нужен для переваривания мяса. Учите науку логика. А другой аргумент я вам на это приведу. А желудок – это не что иное, как дезинфицирующий барьер на пути попадания в организм инфекции. Почему? Что такое инфекция? Это вирусы, грибки, бактерии, ну, яйца глистов или там сами они, да? Так вот, что это такое? Это белки, это белковые природы существа. Так вот, чтобы белок уничтожить, донатурировать, нужна как раз кислота, фермент пепсин. И вот желудок – это дезинфицирующий барьер. Ну, как аргумент, менее важный или более перевешивающий тот довод. Так вот, это как раз барьер. Потому что с пищей всегда к нам что-то попадает. И потому есть надо, правильно говорят, малыми порциями. Лучше здоровье будет. Потому что лучше дезинфицирующий барьер справляется с переработкой, во-первых, пищи, и, во-вторых, с обезвреживанием тех или иных попавших в организм бактерий, вирусов, грибков. Идём дальше. Хорошо, переваривается эта пища. Пусть даже мясо и прочее. Отчасти это так, хотя не в полной мере, потому что это пищевой комок. Ещё важно, что вы едите совместно с тем же мясом. Но это другая тема. Проходит через сфинтер уже в 12-перстую кишку. То есть следующий отдел ЖКТ – это часть тонкого кишечника. Ну а что там происходит? Там происходит допереваривание белков, пищи, любой пищи. Потому что через общий желчный проток выделяется, во-первых, сама желчь, которая синтезирует печень и накапливает отчасти, как резервуар, да, для быстрого, мощного выброса большого количества желчи, если соответствующей жирной пищи человек съел много. Так вот, выбрасывается, во-первых, желчь. Которая в липидном обмене участвует, ну и не только, а плюс к этому панкреатическая железа, поджелудочная железа, да, она синтезирует, вырабатывает три основных фермента. Это трепсин, липаза, амилаза. Трепсин допереваривает белки, не переваренные в желудке. Амилаза – углеводы, ну а липаза – жиры. Соответственно, участвует в жировом обмене. Итак, среда там щелочная, мясо переваривается только в кислой среде желудка, и то, что попало в двенадцатиперстную кишку, практически не может перевариться. Да, на помощь вступают патогенные бактерии, именно патогенные, не симбиотические наши родные, потому что у тех, кто ест мясо и вообще вареную, жареную пищу, естественно, патогенной микрофлоры очень много. Да, она помогает нам в какой-то мере, не даёт погибнуть сразу от просто непереваривания, потому что наша ферментная база не справится с системой. А симбиотические наши бактерии, как бы вы ни хотели, их пища другая родная, они переваривают живую растительную клетчатку, и на выходе у них все аминокислоты, витамины, включая В12 и так далее. И проблема только неусвоения в том, что почти у всех людей современности есть синдром дырявого кишечника. Это мою лекцию, кстати. Посмотрите, почему синдром перфорированного, дырявого кишечника, дисбактериоза сейчас практически у всех людей в той или иной степени. И факторов на это это наша химия пищевая, бытовая и прочее. То есть у всех, даже у веганов, у сыроедов, почти у всех. Решить проблему можно, тема отдельной передачи, и поэтому посмотрите два видео. Вот это синдром дырявого кишечника, и почему мы сейчас не можем питаться только плодами, хотя эта пища как раз видовая человеческая. Но идём дальше. Пища попала в 12-перстную кишку. Она обрабатывается ферментами, её переваривает кишечная микрофлора, но всё равно в полной мере высокомолекулярные белки сложные. Вот эти животные белки, в основном это мышечная ткань, трупов убитых животных, то есть двигательную функцию выполняла в организмах тех или иных животных. Причём белки совершенно разные, структура разная. У разных групп животных разных групп мышц. И вот в полной мере это никогда не переваривается. Часть непереваренных белков в виде полипептидных цепочек, а некоторые прям высокомолекулярных белков попала в кишечник. Что происходит дальше? Полностью не переваривается. Но время и место дислокации этих останков, скажем, они уже подошли к тому месту, где идёт в стенках тонкого кишечника перфорация, и в кровь должны перейти вот эти питательные вещества в виде мономеров. Но эти полимеры, то есть многоцепочечные такие элементы, они, тем не менее, всё-таки проходят в эти перфорации отчасти. Небольшой процент. Но этого достаточно, чтобы возникла моментальная реакция антигена-антитела. Это наша иммунная система, так природой предусмотрено, борется, чтобы в кровь, то есть во все клетки потом уже, да, потому что кровь переносит питательные вещества, кислород, во все ткани клетки нашего организма. Так вот, чтобы яды, токсины, чужеродные главные белки, высокомолекулярные белки являются чужеродными для нашего организма. Почему? Потому что они образовались не в нашем организме. Но дальше вы ещё подробнее, понятнее уясните себе, что я имею в виду. Так вот, возникает сразу реакция антигена-антитела. Это наши иммунные клетки, антитела, лейкоциты различных видов и так далее. Они атакуют любые чужеродные агенты, то есть антигены, попавшие к нам в организм. Реакция идёт не на название, как вы, я надеюсь, понимаете. Вот человек придумал название, просто чтобы понимать, что есть что. А реакция идёт на структуру. Так вот, на высокомолекулярный любой белок, чужеродный белок. Может быть, это вирус, грибок, бактерия, либо белок съеденной рыбы, куриной ножки, белка яичного и так далее. Что происходит следующим образом? Даже учили в школе вы все, что такое фагоцитоз. Это пожирание, когда, допустим, макрофаг или там, скажем, какой-то лейкоцит иной, вот он раз поглощает белковую молекулу, там вирус, допустим, или какую-нибудь бактерию, и лизирует, погибает, и вместе они погибают, потому что он выполнил свою задачу, съел. Происходит утилизация гибели, утилизация двух белковых клеток, скажем так. И вот миллионы таких клеток наших иммунных атакуют. Какая насилие, кстати, какое насилие над иммунной системой? Кстати, эти же клетки тоже белки. Так какой идёт расход белка? Сумасшедший, кстати, на это переваривание. То есть, по сути, энергия ферментов, само образование ферментов, это тоже белки. В нашем организме это требует огромных энергозатрат, это требует самих белков. И вот на это переваривание белков мы тратим белка даже больше, чем даётся нам на выходе. Тем более, если мы едим варёный жареный белок, вот этот, денатурированный уже, и это отдельная тема, сейчас я этого тоже коснусь. Так вот, даже если едим сырое, то тогда вот эта реакция антигена-антитела, два белковых тела погибло, и в организме начинается что? Разложение. Ну, вот киньте мясо куда-нибудь на улицу и посмотрите, что если его никто не съест, собаки, кошки, что будет дальше? Она будет гнить, источать страшный запах, ну, как, собственно, источают те люди, кто ест мясо, когда они в туалет ходят, там вообще страшное дело. То есть, гниение происходит, естественно. Что дальше? Продукты эти метаболизма, яды, токсины, это путрисцыны, кадаверин, кадавер по-латыни труп. Вот, трупные яды образуются, и гнойные токсины в организме, которые в полной мере не выводятся. У нас есть четыре выделительных системы. Почки. Ну, понятно, кишечник, да? Через прямую кишку. Значит, и в просвет кишечника выделяются яды, и в толстую кишку, там, естественно, лимфа туда. Да, отработанный метаболизм клеток через межклеточное пространство, через лимфу, в толстый кишечник тоже в виде таких сосочков. Вот эти складки выходят и, соответственно, выдают токсичные вещества. Потом легкие и кожа, да, как самый большой орган выделительный, вообще самый большой орган у нас в организме. Такой внешний, защитный, но не только, и выделительный. Так вот, всему есть предел. И когда-то, по многим причинам, а современная наша жизнь полна тех факторов, которые не действовали на наших предков, бабушек, дедушек. Поэтому хватит про бабушек, дедушек говорить глупости. Сейчас уже не та жизнь совершенно. Экология, питание в детстве, экологическая пища, дефицит питательных веществ, обработка токсичными веществами, газами, ядохимикатами в быту, через капельку ферри, через зубную пасту и так далее. Поэтому давайте про бабушек забудем, ахинею эту нести. Так вот, сейчас болезни все помолодели по многим причинам. Кстати, бабушки жили более бедно, чем вы. Они мясо ели, если ели, конечно, 5-6 раз в год. Ну, может быть, 15. Поэтому прекратите пороть ахинею. Итак, идём дальше. И вот эти яды, токсины в полной мере не могут выводиться из организма. И тогда организм их складирует внутри. Это любые полости нашего организма. Нижняя треть лёгких. Это гайморовые прочие пазухи. Это складки толстого кишечника, там, в виде дегидрированных каловых камней. Складируются, утилизируются продукты метаболизма, которые не могут вывестись из организма по многим причинам. Нехватка энергии, воды, кстати, как растворителя. Вы же пьёте, наверное, не воду. Ну, многие из вас. А там кофе, компот, чай, кисель, морс, воды какие-то и так далее. Между молекулами, когда воды что-то растворено, это не растворитель. Вода уже перестаёт быть растворителем. Это раствор. Там уже что-то растворено. Свойства такой жидкости. Не есть свойства воды как растворителя. Тем более, вода с определёнными физико-химическими свойствами. Только работает как идеальный растворитель. Но, впрочем, это лекции мои по воде. А вот что дальше. Эти токсичные вещества складываются, скапливаются даже в межклеточном пространстве. И, когда лимфа плохо работает, не может вывести продукты метаболизма. В частности, закалывая камни в кишечнике, лимфа практически не может вывести в полной мере продукты метаболизма. Что происходит дальше? Ну, а дальше происходит следующее. Токсичные вещества накапливаются и в токсичной, соответственно, уже лимфе. И в клетке в виде кацервата, в таких мешочках с гноем, в миллиардных клеток нашего организма. Ну, и происходит постепенное отравление. Токсичные вещества действуют и на ДНК. Нарушается процесс передачи наследственной информации. Нарушается процесс деления клетки путём метоза, путём удвоения. Обычные ткани делятся бесполым путём, именно удвоением. И только половые клетки, процесс миоза, это уже другой процесс. Так вот, суть в том, что передача наследственной информации когда-то идёт с ошибками. От деления к делению клетки, когда количество ошибок накапливается слишком, возникают аномальные клетки. Это онкология. Причины рака несколько. Я в своих многих лекциях про онкологию объяснял причины. Это грибковые поражения, но это вторичные уже, понимаете? А первичные, первопричины, первоосновы – это неадекватное, нечеловеческое, неестественное питание, которое приводит при прочих проблемах и факторах, которые дополнительно действуют на организм, вот к этим проблемам. Ну и, соответственно, это онкология. Вся аутоиммунность с заболеванием связана с потреблением мяса. Подагра, про которую мне многие пишут, болезнь богатых, – это непосредственно накопление уратов натрия, это поедание мяса. И тысячи других болезней связаны с потреблением мяса и вообще высокомолекулярных белков. Теперь другой момент давайте разберём. Что вы едите? Ну, кто ест? Вы что, отрываете, отрезаете у жертвы кусок мяса и быстрее его проглатываете, как это делают хищники? Нет. Вы едите дентурированный уже продукт. В биологии есть понятие – полная необратимая дентурация белков. Это утеря природных свой способностей живой клетки к жизни, размножению, делению и так далее. Почему необратимые? А потому что обратный процесс превращения в живую клетку или в отдельные элементы уже невозможен. Это происходит при разрушении первичной структуры белка, при нагреве выше 70 градусов. Вы жарите при температуре 100, 200 или больше. Происходит полная необратимая дентурация белка. Вы уже не получаете белки. Вы получаете безжизненную аморфную массу, которую называете готовым мясом или как-то ещё. И поэтому это уже фикция только потому, что вы едите мясо. Ну хорошо, бывшее мясо вы едите. Ну вот, то есть мышечную ткань, трупа убитого животного. Это правильно назвать мясо именно так. Но мёртвое дентурированное вещество. И вы хотите, чтобы из неживого аморфного вещества образовались белковые ваши клетки. Отчасти это происходит, но не потому, что это усваивается. Потому что кишечная патогенная микрофлора, специфические грибки и бактерии, которые всё-таки и эту пищу переваривают, редуценты. В природе, в экологии они называются редуцентами. Эти виды бактерий и грибков, разложители. Они, заселяясь у нас, попадая разными путями, находят свою пищу. И они не дают нам сразу погибнуть. Это плюс. Но они также выделяют продукты своего метаболизма, жизнедеятельности и травят нас также сами. Ну и тем не менее, всё-таки эта пища переваривается. В большей мере. Но гнойные токсины и трупные яды в такой мере выделяются уже от самого продукта и от жизнедеятельности патогенных микроорганизмов, что мы не можем справляться, наши организмы, с этим выделением всего, что мы едим. Добавим к этому малоподвижный образ жизни, отсутствие движения нормального воды, плохо работающей выделительной системы. И всё, что я перечислял и ещё не перечислял. Но я в других своих лекциях, конечно же, давно говорил. Сейчас не буду. Иначе слишком она длинная будет. Так вот, мы получаем на выходе болезни, которые помолодели. Они бы всё равно были. Любой человек, кто ест мясо, умирает от рака. Гарантированно. Это, естественно, логично и справедливо. Вопрос только в том, в каком возрасте. Или доживёт ли он до рака или нет. Потому что многие умирают от инсульта и инфаркта по вполне понятным причинам. И просто не успели бы дожить до онкологии. А конечная стадия нарушения деления клеток – это рак. Всегда. Просто не все доживают. Но мясоеды умрут от рака. Всегда подчёркиваю, если раньше они только лишь не умрут от инсульта и инфаркта. Что тоже вполне вероятно. Идём дальше. Если проанализировать всю анатомию, морфологию, биохимию организма человека, то на выходе мы получаем, что человек является плодоядным существом. Конечно же, не травоядным. Естественно, не плотоядным, то есть мясоядным. Нет. Конечно же, не всеядным. Потому что это всё, так сказать, дешёвые отмазки. Всеядных животных в природе очень мало. И опять-таки же, эти всеядные, в основном растительноядные, от безысходности, от голода, только от других причин, едят мясо и по причинам наличия паразитов в их организмах. Теперь, значит, что касается человека. Это исключительно плодоядное существо. Но почему мы не можем питаться только плодами, несмотря на то, что это наша видовая пища, вот в этом видео я пояснил. И здесь не веганство сыроиднее виновата, а сами люди, которые с собой такое сотворили с природой, с человечеством. Но вот она дальше говорит, что плохо усваивается тяжесть желудки, когда? Это вот всё от того, что не хватает кислотности, желудочного сока. Значит так. Но мы с вами разобрали, что проблема тут всё равно есть. Проблема объективна. И всё потому происходит, что мы, в общем, по своей именно природе. И морфология даже, понимаете, внешний вид любого живого существа говорит, что оно ест. Как оно? Чем должно питаться? Кошки, собаки, хищники, да? Понятное дело. Как у них устроен всё, от носа до ротового аппарата? Какая слюна, какие ферменты выделяет? У нас, например, только птиолин, то есть слюна амилаза, так называемая, переваривает только углеводы, посылает сигнал мозгу. Вот рецепторы посылают, что пища такая-то, и надо дальше выработать определённые ферменты. Кишечное пищеварение есть, там свои ферменты и так далее. Но всё, все среды организма у нас щелочные, кроме, понятно, по желудочному соку, само собой. Потому что желудок – это не орган для переваривания мяса, как некоторые безумцы говорят, слушая всяких дебилов-патологоанатомов, да? Как сундаков, например. А для того, что это дезинфицирующий орган в том числе от попадания в организм вирусов, грибков, бактерий, паразитов отчасти. Ведь это всё что? Тоже белки. И потому белки надо дентурировать, то есть уничтожить, разобрать, подавить, уничтожить. Поэтому у желудка две главные функции, а не одна. Ну, дальше она говорит про отличие диких животных от домашних и промышленных. Так что промышленное мясо самое некачественное, потому что неизвестно, как и чем кормили. Ну, там гормоны, антибиотики. И тут она совершенно правильно говорит. Безусловно, в этом смысле, по составу и какой вред оно несёт для здоровья человека, это, безусловно, несоизмеримо хуже, чем те деревенские домашние, так сказать, условно выращенные на пастбищных условиях. Это, безусловно, да, в этом смысле правильно. Она дальше там говорит про набор минералов, микро-макроэлементов. Безусловно, набор в этой мышечной ткани убитого животного, то есть в мясе диких или тех, которые на пастбищном корме, безусловно, у них качество разнообразия лучше, да, безусловно, минералов в том числе. Ну, вот она про паразитозы правильно сказала, что дикое мясо, дикие животные заражены. Я тут добавлю, безусловно, та же трихинелла, трихинолёз. Охотники хорошо знают эту проблему. Но также у свиней развит трихинолёз весьма серьёзный, поэтому свинину особо проверяют, должны, по крайней мере, на трихинеллу, хотя там проблем гораздо больше, тем более, не дай бог, медведь, там больше всего кабан, ну и вообще дикие звери, те, которые являются в том числе падальщиками, ну, например, как кабан. И в этом смысле менее опасное, безусловно, пастбищное, скажем, крестьянское какое-то там вот это вот бедное животное, да. Ну, дальше они про любимую курочку начинают рассуждать. Мне хочется спросить, а не жалко? А то сю-сю-сю-сю, вот так вот, знаете, курочка, курочка. Она даже сказала, а то сейчас на нас напрыгнут. Ну, конечно, как вы хотели. Если вы с такой радостью, с причмокиванием рассуждаете о том, как хорошо глотки и перерезать или голову рубить, а потом это всё жрать, извращенцы. Ну, по сути-то, это извращение. Ну, просто люди, очнитесь, вы поймите, что вы... Я вам сейчас дальше это ещё раз завью серьёзнейшим образом. Тему, говоря о свинине. Кстати, даже, может быть, давайте сейчас вы в курсе, что ткани свиней генетически ближе всего к человеческому. Даже пересадка органов, возможно, именно от свиней, к человеку, что лучше подходит даже, чем от приматов. Вы вообще об этом знаете? Нет, ну, вот медики, специалисты вам скажут, трансплантологи в том числе. И ничего так, что вы каннибалы, по сути, вот извращенцы и каннибалы, кто ест это, то есть трупы убитых животных. Просто это как бы садизм, это чистый сатанизм на самом деле. Вот как бы вы там ни рассуждали, только не надо сейчас начинать там насчёт там Бога или какие-то религии разрешили. Ну, вот и подумайте, что там разрешили, и кто что переписал. А если разрешили изуверство, убийство и поедание трупов, то подумайте, кто это мог разрешить. И не надо вот это вот, знаете, успокоительную ахинею нести прочее, что просто разум спретит воспринимать вот этот бред. Но подождите, может быть, вы хотите мне сказать насчёт пользы, что вот долгожители и так далее. Да, ладно. Давайте сейчас маленький сюжетик про одного Лобозанова, который прожил 123 года. Вот послушайте. О Магомеде Лобозанове в Дагестане шутят. По нему хоть историю и пиши. Россия царская, революция, две мировые войны, период перестройки. И вот теперь он уже в 21 веке. Он родился 1 мая 1890 года. Магомед Лобозанов никогда не курил и не пил. С детских лет работал физически. А ещё у долгожителя своё очень скромное по нынешним меркам питание. Фрукты, отварные овощи, кисломолочные продукты и кукурузные лепёшки. В тяжёлое время они заменили ему мясо. А потом он от него и вовсе отказался. Так, ну вы скажете, ладно это. Я уж не знаю, что вы скажете. Но давайте я вам поставлю другой сюжетик, где бабушка, которая уже за 130 лет, причём до редкости для тех поколений, и она опять-таки вот, не помню, то ли с Дагестана, то ли с Чечни, но она вот что сказала, какие книги-то умные в своё время она прочла. И посмотрите, что изменилось у неё, в её сознание. Это к той генетике сильной, которая у них, у тех поколений, ну которая родилась там в 19 веке, вы понимаете, да, когда всё было экологически чисто, когда жили по традициям абсолютно, поколениями, стабильно, вот к этому ко всему. Но это не все те люди так прожили долго, как она, она ещё жива, да. Но вот почему. Вот одна из причин, безусловно, потому что она отказалась от мяса. Вот, причём давно, сколько? Лет сто назад, по-моему, отказалась. Ну вот, послушайте отрывочек. Итак, письмо. Вот вам маленькое видео на 29 секунд. Там бабушка рассказывает, что пережила и Первую мировую войну, солдат кормила, переживала за них, четырёх детей растила, питалась два раза в день, никогда не ела мяса. Он пишет мне, что там по-азербайджански разговор идёт, что спрашивали её секреты долголетия. Это, прислав ролик, мне перевёл непосредственно сам, вот, мой зритель. Архан Миреев никогда не ела мясо, никогда не ужинала. Внимание, очень важный момент. Ела овощи, фрукты, но вот статья, опубликованная на медиа Азербайджан. Секрет долголетия от 131-летней Тамам Азизовой из Ленкарана. Сейчас жительница Ленкарана, Тамам Азизовой, 131 год. Родилась она в 1891 году. Став тем самым свидетельницей трёх веков, пережившей две мировые войны, обе Карабахские войны и многие другие значимые события истории. За свою долгую жизнь Азизова вырастила 10 детей и своих родных, и приёмных. А ещё у неё 42 внука, 71 правнук, 31 проправнук. Как рассказывала сама долгожительница, семейная жизнь у неё была недолгой. Но с мужем они жили хорошо. Я упущу незначимые для моего повествования детали. А вот дочка долгожительница, 67-летняя Тельнас Азизова, рассказала, что родители ладили друг с другом, и семья у них всегда была дружной. Кстати, внимание, и это очень важный аспект, я наблюдал эту зависимость у большого количества сверхдолгожителей. Родила она, вдумайтесь, вот эту свою дочку младшую, в 64 года. Кстати, рекорды у тех, кто прожил более 130 лет, были и в 70 рожали. Вот имейте это в виду, просто факты. По словам дочери, внимание, долгожительницы, главный секрет долга её жизни в здоровом питании. Тама Азизова всегда предпочитала натуральные продукты. Да, ну, надеюсь, понятно, что нет смысла говорить про то, что она ни капли алкоголя в жизни не пила, и ни одной сигареты не выкурила. Это само собой. Но теперь внимание для тех, кто любит говорить разные глупости, в том числе, что мясо естественное, и в том числе то, что на Кавказе все всегда едят мясо, и каждый день, и так далее. Итак, внимание, мясо мы ели не часто, подчеркиваю, в видео, которое мне прислал мой азербайджанский зритель, говорится о том, что мясо она вовсе не ела. Дальше. Редко случалось, что на праздник гурбан нам давали мясо, и она что-то нам из него готовила. Мама всегда говорила, что об этом ещё в своей книге говорил Ниши, в скобках, Кацудзо Ниси, японский инженер и учитель айкидо, который создал собственную систему оздоровления. Она считала, что мясо вредно для здоровья. Через него человеку приходит много болезней, от него человек стареет, сказала дочь долгожительницы. При этом отмечается, что практически всё, что та мама Азизова ела за свою жизнь, внимание, выращено в собственном дворе. Она очень любит мёд, особенно ей нравится мёд перед обедом. Я даю ей мёд, смешав с куркумой, и имбирём. Могу немного добавить лимон. Всё это помогает маме оставаться здоровой, и активность заключила Тельнас Азизова. Дорогие товарищи, какой здесь нужно сделать вывод? Первое. Все секреты её долголетия, конечно, мы не знаем, потому что не знаем, какую воду, где она пила. И прочие-прочие, многие вопросы есть. Но что можно выделить на 100%? И то, что я вижу, что абсолютно совпадает с другими подобными долгожителями, это, во-первых, не ела мясо. Раз. Причём, кстати, заметьте, насколько осознанно и как она поясняла своим детям об этом, да? Ну, подождите, будут ещё интересные сюжеты. Вы думаете, всё? Ну, ладно. Вот кто-то насчёт силы начнёт там вот эту ахинею нести. Насчёт, во-первых, долголетия вы, может быть, уже не будете нести, но я вам ещё подкину сюжетики. А насчёт силы, вот эти ахинеи, ну, давайте тогда. Джо Ролина, вы видели когда-нибудь человека такой силы? Я не думаю. Это из того поколения людей, которые вот обладали феноменальной силой, вот как наши богатыри прошлого, которые могли там лошадь поднять, поднимали и так далее. Ну, вот он в 100 лет и в 104 даже года сжимал двумя пальцами 25-центовую монету в конверт. Вы так можете сделать? Или те культуристы, которые вот с такими голосами, такие эти брутальные мачои? Да, конечно, нет. Ну, так вот он веган-то был практически всю свою жизнь, ну, по крайней мере, последние 80 лет. А умер, знаете, почему он в 104 года? Или в 105? А потому что его машина сбила. Вот он до 104 лет, до последнего дня своей жизни был сильнее, чем вы сейчас. Это насчёт силы, насчёт мышц. Вы видели такую мышечную массу в 104 года? Посмотрите фотографию. Но сюжеты будут ещё дальше, только давайте вернёмся к видео этой чёрной. Итак, она там говорит про какую-то, там, клиентку, свою вегетарианку, в прошлом, которая стала есть мясо, стала ей лучше. И она говорит, ну, естественно, потому что практически у всех веганов дефицит ферритина, железа, белка, ибо 12. Ну, это полная чушь. Послушайте, вот доктора, которая именно занимается профессионально специфической деятельностью, а именно изучением причинно-следственных связей людей, страдающих любой анемией, дефицитом железа, ферритина, трансферины, и она очень глубоко понимает эту тему, ну, наверное, во много раз, то даже сравнивать нельзя, чем это Ксения Чёрная. Ну, это просто сравнивать нельзя. И, кстати, два видео на эту тему, ссылки на полные видео с этим доктором, я вам оставлю. Под этим видео будет интересно посмотреть и поймёте вот о железе, о ферритине, вообще всё. И поймёте, что что вегетарианцы, веганы, сыроеды, что мясоеды, которые три раза в день мясо едят, имеют одинаковое количество примерно дефицита железа и скрытого, главное, дефицита железа, который, кстати, так явно не будет показан по анализам, а вот как понять, какие анализы, как правильно надо читать и расшифровывать, тоже об этом там сказано. А сейчас просто маленький сюжет, что она про это говорит? Проблема эта на самом деле очень актуальна, невероятно актуальна, то есть мы сейчас, в наше время находимся даже в такой, я бы сказала, пандемии дефицита железа. Самая страшная здесь ситуация в том, что люди живут в этом дефиците и его не замечают, даже не догадываясь о том, что этот дефицит есть, привыкая к этому состоянию своему и ссылаясь на какую-то просто усталость, слабость, утомляемость, стрессы, какие-то большие нагрузки. Моя основная задача увидеть вот этот дефицит на ранних стадиях, не допустить развития анемии, не допустить развития каких-то серьезных, тяжелых осложнений. Раньше, на самом деле, считалось, что вегетарианцы, да, подвержены больше какому-то этому состоянию дефицита железа в связи с такими определенными моментами в питании, но я вам сразу скажу, что нет. И вегетарианцы, и мясоеды, все мы в одной лодке, и те, и другие одинаково подвержены этому состоянию. Причин здесь огромное количество. Дальше. Какие же еще она может привести аргументы? Ну да, там она дальше про субпродукты, куриные сердечки, как они полезны, это просто пипец, просто, вот просто нет слов. Печень там, значит, и так далее. Да, она сказала, что печень можно есть без проблем, как некоторые боятся, что там накапливаются вредные вещества, никаких проблем, ведь печень выводит токсины, а не накапливается в себе. Я поражаюсь профнепригодностью ее. Безусловно, печень, конечно, она перерабатывает, у печени очень много функций, в том числе функции фильтрации. Да, она выводит метаболиты, разные яды из себя, но не все сразу, и часть в ней накапливается. А вот, извините, тяжелые металлы, безусловно, многие паразиты, такие, как аписторхи, например, и другие тяжелые отравляющие вещества, токсичные, остаются, которые не могут вывестись из организма, кстати, есть и такие. Ну, дальше они там говорят, как гуся надо долго готовить, как мы его фаршируем, прямо аж у многих слюни потекут на это, как она рассказывает. И это подходит, она говорит, под нашу философию. Ну, ваша философия вкусно пожрать, это понятно. Плюс ваша философия, это каннибализм, по сути. Ну, ваша психология, это сатанизм, только культурно обыгранные в такие, так сказать, приятные одежды. Ну, дальше она говорит про пользу свиного мяса, что это диетическое мясо, если оно, так сказать, крестьянское, нехимией кормилось. И это, конечно, круто. Про каннибализм в этом смысле и генетическое сходство это я уже сказал. Ладно, а теперь самое интересное. Вот после 40 лет, говорит она, мы должны сокращать потребление белка, животного, и увеличивать потребление растительного. Какая неувязочка выходит, а? Ну, вообще-то, в природе не так все устроено. А что, человек особый, он что, не биологическое тело имеет, физиология и биохимия идет у нее не так, как у других видов животных. Ну, животные разные есть по типу питания, но суть-то одна и логика одна, всегда без исключения. Вот какое бы по типу питания животное не было, но взрослое животное до самой своей смерти ест так и то самое, оно меньше может есть, но ест абсолютно то же самое, что ела вот после того, как мать перестала кормить его, ну, то есть, еще будучи маленьким, но еще не взрослым животным, когда мать перестала его кормить своим молоком, если мы говорим о молекопитающих животных. Так вот, это и есть видовое питание, у каждого вида свой тип питания. Мы по типу питания вообще-то плодоядные существа. Да, сейчас надо делать поправки на некоторые нюансы, об этом у меня очень много было видео, но тем не менее. Вы понимаете, что с точки зрения логики, биохимии, биологии, коли это так, а логика здесь впереди, безусловно, мы не видим ни единого исключения изменения питания с возрастом у всех видов животных, так вот, это безусловно она сказала чушь, это просто она пытается оправдывать, когда мы видим уже, что с возрастом защитные силы организма падают, сокращаются, и болезни все больше, чаще, быстрее, чем молодые годы, безусловно, когда защитные силы организма выше, начинают проявляться и всплеск рака, и других проблем, хотя сейчас и рак молодеет, и все, безусловно, одна из причин тут, первая причина, это потребление высокомолекулярных животных белков, в первую очередь мяса, безусловно, ну, потому что даже при жарке, например, мяс, как она про корочку говорит, образуются нитрозоамины, гетроциклические амины, это гарантированный путь к онкологии, ну, то есть, просто вопрос в том, что умрет ли человек от инсульта, инфаркта раньше, или все-таки дотянет до рака, потому что все, кто едят мясо, умрут от рака, ну, гарантированно, вопрос, доживут ли. Ну, сейчас не факт, многие умирают от инсульта, инфаркта. Ну, ладно, значит так, несвойственную пищу есть не надо. Вы своими ноготочками, вот этими наманикюренными, даже птичке голову не отгрызете, а уж не говоря о млекопитающих животных, а всякие приспособления, будь то ножи, электрошок и так далее, к, скажем так, биологии и биохимии никакого отношения не имеют. Так что анатомически, морфологически, биохимически мы совершенно никакого отношения, то есть, вообще никакого. То есть, там нельзя натянуть даже желаемое и выдать за действительное, просто невозможно. Все тут основано только на вере. А биология разбивает полностью все эти идиотские доводы. Итак, если что-то нельзя есть в 100 лет, то это же нельзя и в 20 есть. Хватит херню нести. Главное, чтобы, да, вот незаменимые аминокислоты были, лучше бы об этом сказали, а вот это совершенно по-разному можно этого достичь. И поэтому там насчет белка, B12 и так далее, есть те веганы, у кого есть проблема, а есть и мясоеды, у кого есть. Есть те веганы, у кого нет проблем ни с тем, ни с другим, ни с третьим, а есть мясоеды, у кого есть. Понимаете? Там много видео я на эту тему выпускал и все это объяснял доходчиво, логично, так же, как сейчас поясняю. Ну, давайте поставим маленький сюжет к прабабушку, которая никогда вообще мясо не ела в деревне, живет ее подруге. Уже все ей сверстники давно умерли, а она жива. И вот что она рассказывает. Расскажите о себе. Сколько вам лет? Да только всего с 27-го. Как у вас здоровьица? Богу благодарю, на ногах хожу. Все удивляются. Твои все лежат, а ты ходишь. А я батюшке говорю, батюшка, они мясо едят, а я с 27-го года, как родилась, мясо не ем. Ну, про гемовое железо, о котором она ничего не понимает, судя по тому, что она говорит, как почти, кстати, все диетологи не понимают, то я рекомендую ей посмотреть два вот этих видео с моей коллегой, с врачом, которая занимается, но только специфически, именно этой проблемой, связанной с железом, уже об этом говорил, повторять не буду. Теперь она там рассуждает, телятина, ягнятина, то есть маленьких детенышей отлучают от мамы, молочных, ну или которые перешли только на траву, скажем, маленькие телята, ягнята. Их для таких вот, Ксений, убивают. Это просто немыслимо. И, кстати, посмотрите первую ступень, послушайте, почитайте Льва Толстого, или хотя бы, я даже для ленивых, ну или кто искать не хочет, или читать не хочет. Вот я, пожалуйста, дам вам ссылочку под этим видео, как раз на эту первую ступень. То есть, когда Толстой, чтобы прочувствовать, ну вот что душа подскажет, и разум, конечно, тоже, он поехал на бойню. Вот, когда он ехал, послушайте, что там, и о чем речь была, и когда приехал. Так, и еще про мясо и дети. Вот тему мяса и дети, послушайте тоже. А то у нее телятина, ягнятина, молодое мясо, а может молодая человечина. Ну давайте до человечины дойдем. Тоже можно рассуждать. А вот как, так сказать, у, например, индейцев, или у негров какое мясо, или там у австралийцев, аборигенов, и белых людей, у англичан, там, и чем оно отличается по вкусу, ведь они тоже разные продукты едят, наверное, будут отличаться. А это что-то немыслимое, ну почему нет? Расчеловечивание сейчас идет, и Европа, и США полным ходом, и уже, так сказать, нечто подобное, уверяю вас, есть. Но то, что будет, если это не остановить безумие, то куда мир сейчас погружается, вот это, так сказать, в пропасть, который прыгает, европейский, так сказать, американский, то будет еще не то. Так что не пугайтесь таким жестким словам. А все начинается вот с этого, вот с этого. Поэтому первая ступень, кстати. Так вот, Ксения, убить сама не хочешь? Животное горлышко перерез, кишки выпустить? Или, так сказать, зубами, может быть, как один умалишенный, кролика пытался разорвать, показывая как бы всем, ну, он желал показать, что он вроде хищник, дебил такой, конченый. Посмотрите, кстати, как это вышло. Ну что, тот все рожью свою заплевал шерстью и кроме шерсти ничего вырвать не смог? Ну, естественно, ведь человек не хищник. Человек это плодоядное существо. Носик у него, ноздри смотрит вниз, чтобы аромат плодов ощутить. Ну, и так далее, и так далее. Я уж не буду все эти подрос, сто раз говорил в своих других видео, сто раз. И вот своими наманикюренными пальчиками вообще ничего отковырнуть не выйдет. Просто нет слов. Миллиарды убитых животных каждый год. Для брюха. Вот для таких. Да, вот она насчет микроэлементного состава в плане сырого мяса. То есть, она тоже сказала, тартар там и сырое мясо, потому что ведущий, так сказать, ее завсегда-то спрашивает. И правильно, она вот здесь правильно ответила, что да, конечно. Да, при термообработке разрушаются и микро и макроэлементы, и витамины, и ферменты. Да все разрушается. Поэтому, безусловно, это полезнее. Нет, надо не так говорить. Это может быть полезно за исключением реакции на высокомолекулярные белки антигена-антитела, которые приведут неизбежно к образованию вот этих кадаверинов, потрясына и влияние на ДМК, на передачу наследственной информации, на ошибки, которые будут накапливаться и в конечном счете на развитие онкологии. Так вот, если это отбросить, то кому-то да больше повезет, кому-то меньше, кто-то долго пожит. И, конечно, если есть сырое мясо, то микроэлементы, витамины, ферменты усвоятся и они полезны, безусловно. Получат. Но тут понимаете, какая штука? Это как с бухлом поганым. Вот, например, тоже вино. Там в вине натуральном, самом качестве, на лучших землях выращенной винограде, да, там много полезных микроэлементов, там есть вещества специфические, полезные для сосудов, например, пикногенол. Но все эти пользы перевешиваются и зачеркиваются одним простым вредом этиловый спирт. Наркотик, протоплазматический яд, универсальный жирорастворитель, который повреждает, уничтожает клетки. Это агенное оружие, которое уничтожает генетику людей, которое разрушает семьи, уничтожает народы, а не только отдельно взятые семьи, приносит горе и беды. Так вот, все перечеркивается. И также с мясом, говоря, во-первых, об этическом моменте, а самое главное, если уж мы такие материалисты, ну, многие из тех, кто будет меня слушать, то я привожу аналогию, потому что перечеркивает все тот самый вред который вызывает неизбежно реакцию антигена-антитела, так как для организма человека любые высокомолекулярные, в первую очередь, животного происхождения, белки являются чужеродными. И попадая в организм, иммунная система начинает их атаковывать, потому что такая у нее программа уничтожать цельные белки, чужеродные, которые образовались где-то в другом организме, которые не свойственны нам, которые организм в полной мере не сможет переработать без негативных последствий для себя, которые будут рано или поздно у всех людей. А насчет варки, жарки она правильно сказала. Хотите эту тему развить? Послушайте, если вы еще не слышали у меня. Вот посмотрите видео, почему не стоит жарить и варить пищу. Посмотрите вот это видео. Там я про минералы рассказываю. Помните чайник, который вот если вы вскипятите, а вода там не дистиллирована, не из осмоса, то будет осадок. А вы понимаете вообще, что вы увидели? Нет, наверное, не понимаете. Вот посмотрите мое видео, почему не стоит жарить и варить пищу. В этом смысле, ну как бы это сказать, там эти либералы, это западопоклонники, так вот как она, например, корневор называют, да? Такое вот питание дикое, типа представляя из себя, что предки были там неандертальцами и так далее. Ну-ну. И значит, соответственно, вот надо сырое мясо есть. Но в этом есть хотя бы смысл, что действительно большая часть, почти все питательные вещества остаются и усваиваться будут и пользу принесут, кроме одного нюанса, который перевесит все остальное, но тем не менее, это да, правда. И люди чувствуют себя, будут хорошо, особенно если не будут сладко есть. Вот правильно он сказал, с чем? Тут самое главное еще, что она правильно сказала, что вот насчет холестерина, что не бойтесь холестерина, даже сало можно есть, если вы не будете есть, ну, условно, сахар сладкий, то от того же сала даже не будет завышено. Холестерин у вас плохой, да? Там не будет атеросклероза. Это тоже правда, абсолютно. И проблема в сочетании, она сказала, что вот мясо с картошкой, с хлебом, вот это беда и проблема, гликированный гемоглобин, все правильно, вот это все правильно. А типа мясо надо есть с зеленью, овощами, и проблем в этом плане не будет. Да, в этом плане не будет проблем, а будет проблем в любом случае с онкологией, просто позже, а не раньше, если вы будете всё подряд есть, это 100%. И в наши дни помните факторов, которые негативных, влияющих на наше здоровье, столько, сколько не было, ну, сотня раз больше, чем было, скажем, там, лет 40, тем более 50, тем более 100 назад, когда вы любите про своих бабушек, дедушек. Кстати, вот, для любителей я снял такое видео, которое так и называется. Дед пил, курил, ел всё подряд, прожил 95 лет, а вы-то тут при чём? Ну, вы-то тут при чём? Посмотрите это видео, если и так непонятно, хотя это очевиднейшие вещи, должны быть понятны вполне и так. Значит, под этим видео я оставлю вам очень важное видео, очень, которое всё-таки рекомендую посмотреть. Вот многие побоятся, потому что уже поняли, что они, ну, так скажем, проиграют, что они уже не смогут так вкусно есть, смачно есть любимые куски, как раньше. Ну, те, кто совсем беспрецепен, циничен, подл, негодяй просто и выродок, и просто, что называется, животное, только нельзя так даже животных оскорблять. Ну, вот они, конечно, да. А те, кто всё-таки, в первую очередь, разум, человек как разум, и душа есть, и совесть есть, совесть, понимаете, не до конца ещё убитая, те люди, ну, понимаете, да, тем, может быть, будет страшно, в другом смысле. А вы посмотрите, не всегда надо приятное всё видеть, и смотреть, и желать. Ведь это, понимаете, это для вашего спасения, вот реально, и физического, и духовного. Это очень важно. Так что, как не злитесь, знаете, есть люди, которые мне писали, я раньше вам там тоже и хамил, и писал всякие гадости, вот мне, а потом понял, что правильно вы сказали, что я был дебилом. Вот есть такие люди, прям пишут у меня такое, есть такие люди, и это хорошо. Если есть хоть несколько таких, будет, то я уже не зря это сделал, записал, несмотря на то, что сейчас будет вывалено негативы. Только помните, что вся ваша злость, вот те, кто хочет что-то против сказать, она связана не с тем, что вы можете доказать, действительно, аргументированно научно, что вы правы, а вы не правы, и вы это понимаете подсознательно. А с тем связано, что просто я у вас отрываю, как говорится, виртуально любимую котлету из брюха. Вот и все. С этим это связано. С тем еще, что вы начинаете понимать, что я прав, как же теперь быть? Ведь придется уже не так вкусно запихивать себе в рот любимое, приятное, так вожделенное. Ну что ж, как говорится, истина должна быть дороже, и справедливость должна быть на первом месте. Ну вот, собственно, и подумайте насчет этической составляющей, насчет вашей будущей, тем более, если вы человек религиозный, я про верующего говорить не буду, религиозный считаете, что там вечная жизнь и так далее, ну вот подумайте, что за поедание трупов вам будет за убийство животных, которым вы напрямую сопричастны. Просто вот подумайте, без всякого фанатизма только, ладно, без всяких цитат и так далее. Хотя, кстати, если хотите цитаты, посмотрите мое видео «Мясо и Библия» и послушайте, что в том числе священники говорят на эту тему, а также я уж не думаю, что стоит вам вспомнить про Серафима Саровского, но об этом не будем. И про многих других таких людей, которых называют цветами, которые мясо вообще не ели, никакое, да? Вот. Уж не знаю, стоит ли вам еще что-нибудь тут показать или рассказать. Думаю, достаточно. На любые ваши, так сказать, некие не аргументы, а некий тезис, потому что аргументов у вас быть не может. Так вот, уже давно я сделал видео, в которых все это разобрал по полочкам. Итак, большое количество видео будет под этим видео. С самого начала самое важное, ценное, вот то, о чем я вам говорил в начале. Ну и дальше, дальше. Посмотрите, не поленитесь. Уверяю вас, что потом пройдет время, и вы оцените, и поймете многое. Но лучше бы вы это поняли сейчас, раньше, чем позже. Ведь для вас же это будет лучше. А проблемы, какие вы есть, последние, что вы можете тут сказать, я знаю, перешли на веганство, или там строение стало плохо. Есть такая пословица, с дур, можно и что-то там сломать, и нужно понимать, что ты делаешь. Поэтому не лениться надо, а смотреть мои лекции. Почему? Ну, потому что вы просто поймете, как устроен наш организм, вы поймете ошибки, которые делают люди, в том числе, вот, конечно, на веганстве, сыроедние ошибки делают. У меня есть такие видео, где я все это подробно разбираю. Ну, на этом, пожалуй, все. Пишите обязательно ваши комментарии, вот отзывы. Ставьте пальчик вверх, ну, либо там вниз, если вы, так сказать, вам поперек горло, и вы бесчастный человек, слабый слезняк, негодяй. Ну, негодяи всегда есть, смотрят мои видео, они мазохисты, есть такие, прямо ж злятся. Вот, злятся так же, что я многих, ну, всех их забанил, и от этого злоба их еще выше. Ну, что делать? Вот, умейте проигрывать. Субтитры сделал DimaTorzok